Дело вообще набирает такой оборот, что даже самые преданные бойцы российского современного рейха, а они в основном представлены как раз в российском телевизоре, начали дрожать, начали вибрировать. В том числе, да, Скобеева пока продолжает есть говно и демонстрировать свою готовность. За 5 миллионов долларов в год она это будет делать. Тем более, теле конца для нее означает уехать своим сожителям в великолепную квартиру Дубая. Но у них, перед нашим эфиром, я же ознакомился с вашим твиттером очень внимательно, и там вы посоветовали всем диалог. И мы обязательно вырежем этот диалог двух военных экспертов, Оли Скобеевой и Ходоренка, где Ходоренок говорит, что, я вам даже некоторые фразы зацитирую, против нас весь мир, из этой ситуации надо выходить. Ну и далее он говорил о том, что у Украины будет как раз миллион солдат, но у нас будет два лендлиза, по его словам, американский и европейский. Кстати, Андрей Андреевич, я тут неделю назад защищал Макрона. Сегодня разрешите два слова в пользу итальянцев сказать, потому что они будут поставлять... Ну а что, одну пушечку послали, что ли, итальянцы? Ну еще не послали, но собираются. FH70, это тоже 155 миллиметров. Но, тем не менее, вот эти вот тенденции, когда в эфире центрального российского фашистского телевидения говорят о том, что украинцы будут россиян убивать до последнего россиянина, этого еще не было. Роман, обратите внимание, вот надо не цитатки, конечно, вы же на свой канал поставите, должен увидеть каждый украинец. Важен тон, с которым говорил Ходоренок, он говорил с ней как швошью, как право имеющий, он понимал, этот Ходоренок, что за ним сейчас стоят все профессиональные русские военные, ну, может быть, кроме каких-то отвязных сумасшедших, ну, во всяком случае, весь генштаб, да он же писал то же самое в своей статье за три дня до начала войны, он туда специально теперь ходит ставить их на место. То есть это не мнение какого-то диссидента полковника, это консолидированное мнение профессиональных российских военных, что войну мы проиграли, и нужно немедленно принимать политические решения. Немецкие военные не лишались до последнего времени такое сказать фюреру. Ну, правда, там был граф Коус фон Шталфенберг, который попытался объясниться более радикальным способом с фюрером, но, по-моему, ну, вот это знаменательное событие. Это покруче вот дебатов в Совете по оборонной политике, которые были в субботу, и там они тоже, ну, врать уже больше невозможно. Все эти шапиры это делают уже из последних сил просто. Да, особенно, знаете, я сегодня встречался с нашими военными, которые показывали запись квадрокоптеров перед украинскими позициями, где наступали россияне. И я вам скажу, ну, количество трупов, оно просто российских солдат, и я их, честно говоря, ну, я их ненавижу. Но почему-то, когда вот эти вот тела лежат неубранные под солнцем, оно какое-то у меня вызывает непонятное чувство, я не знаю, пацифизм это называется, нет, это не сочувствие, потому что они пришли сюда убивать, и они здесь погибли. Но как-то слишком много этого, то есть вот просто... Ну, это же известно, вот сходили с ума немецкие пулеметчики вот в этих боях на Волховском фронте. Или... Наши не сойдут с ума. Ну, Иран, Иракский, когда вот эти, Иракско-Иранской войны, эти религиозные фанатики гнали тоже такими толпами солдат, это известный феномен в таких войнах. Нет, все, Ходоренок сегодня принес первую капитуляцию от имени вооруженных сил Российской Федерации, и он делал это в очень уверенной манере. Я правильно почувствовал тенденции, что Москва заерзала? И это вообще-то просматривается во многих вещах. Вот сегодня в Москве этот юбилейный саммит ОДКБ, 30-е годовщина, это такое ОДКБ, организация договора о коллективной безопасности, это что-то типа российского НАТО или НАТО для бедных. Но смысл в чем? Там, где от войны повелитель бункера Путин очень много говорил о том, что нацисты в Украине, биолаборатории, и такое впечатление, что президенты других стран смотрели на него, как немножечко человека невменько. Андрей Андреевич, что вы думаете по этому поводу? Да я думаю то же самое, что и вы. Когда вчера я опубликовал статью, ну просто она рвалась у меня из-под пера по своим впечатлениям в Вашингтоне. Статья называлась «Империя просит пощады». Это очень важное явление. Оно началось, собственно, вот это новый этап, который вот под такой шапкой я предлагаю, в ближайший месяц, наверное, пройдет, до окончательной капитуляции Москва просит пощаду, если она не выморит своей пощадой. Он начался, конечно, девятого на параде победы. Я уже не помню, у меня все перешло, в памяти бесконечной эфиры. Мы с вами обсуждали уже этот парад. Ну мы немножечко говорили, как раз мы встречались с вами здесь неделю назад, как раз после парада, 9 мая. То есть это сморчок под пледиком, это вся тема была, да? Ну, слушайте, это же колоссальное. Я думаю, что это сознательная провокация. Путин в горках, цитирую вас. Это было прекрасно. Да, вот есть такая, он напоминал мне, знаете, когда у меня возникла ассоциация от его кресла, вот сидел в кресле с пледиком, пледиком, оно напоминало качалку, это знаменитая, последняя, прижизненная ленинская фотография. Он тоже сидит в этой самой качалочке, пледик и такое отсутствующее выражение идиота. Вот то же самое у Путина. Военного лидера на военном параде поместить в качалочку с пледиком, вот удивительно, что он уже ничего не соображает. А что касается выступления, ну я еще раз повторюсь, потому что точная была формула. Я назвал статью свою «Последнее слово». Он разворачивал ту же аргументацию, которую в своем «Последнем слове» на Нюрнберге пытались использовать Герлинг, Крабентроп, Кельтель, Шпеер. Вспомните его речь. У нас не было другого выхода. Нам не предоставили другой возможности. Никто не хотел нас слушать. А страшная проклятая Украина грозила нам ядерным оружием. И боевыми гусями. Да. И через каждую фразу он как бы обращается к своей аудитории. Ну не к нам, с вами, конечно, к своему окружению. Мы же правильное решение. Мы же приняли единственное правильное решение. Единственное правильное решение. Любой психолог вам скажет человек, понимающий, что он совершил какую-то катастрофическую ошибку, который пытается отогнать от себя это знание. Я уже тогда решил, что политически он уже мертв. И что, в общем, какая-то вот чекистская имперская группа товарищей, которая практически сейчас руководит страной, она уже это самостоятельно как бы делает. да, именно как Путин в горках. Потому что, если он завтра умрет, это не будет событием. Они будут продолжать делать то же самое. А то, что они делают, я понял, уже на следующий день в Вашингтоне. Значит, трубный глаз, он изошел из Парижа от президента Франции Макрона. Вот этот лозунг, он стал основным. «Don't hate Russia!» «Не унижайте Россию!» И вот 9, 10, 1, 12, 13, я думаю, это кончилось. Нет. Сегодня у нас что? Сегодня у нас 15-е? Да? Уже 16-е. 16-е, да. Сегодня утром я читаю еще две статьи видных политологов и политиков на такие темы примерно. Ни в коем случае, да, Россия совершила ошибку, недоценив способность куриным скачиваемым скачиваемым. Но сейчас и Запад с Украиной совершает подобную ошибку. Они преувеличивают свои силы, они хотят добиться победы. Да, резко идет атака на министра обороны Остина. То есть возобновление, как бы вот, оживление вот той пропутинской группы внутри Байденской администрации, которая олицетворяет исчезнувшим счастью в последнее время Соливан, который все время выскакивал за плеча Байдена, когда стоит Байден назвать Путина убийцей и преступником, всегда высказывает Байден, нет, вы неправильно поняли дедушку, у нас конструктивные, стабильные отношения с Путиным и так далее. Вот это идет апелляция вот к той группе, конечно, к ней принадлежит и Керри и, возможно, даже бывший посол Америки в Москве. В Москве Бернс. Это против твердой линии Керри, твердой линии Остина и Блинкина на поддержку Украины, которая появилась в ряде последних акций. Это и военный совет в Рамштейне, где образовался союз 40 держав, наиболее передовых в мире промышленно, и законы Лизии, и помощь там пить 40 миллиардов, дополнительные, которые последний российский агент в Сенате пытался на несколько дней задержать, и это ему удалось, но не более того. Это все вызвало вот так... Москва поняла, что под ней просто развернулась бездна. Бездна, поражение от освобождения Украины из Донбасса и Крыма, и это, конечно, приведет автоматически, как в любой тоталитарно государство, терпящим военное поражение, к смене власти. Андрей Андреевич, ну вот, если вы позволите, у нас еще с вами есть буквально, мне кажется, ну, некоторое количество минут, и хочется вот эту тему военно-политических альянсов продолжить. Тут же произошло невероятное, я так понимаю, на заседании ОДКБ среди своих так называемых военных союзников Путин публично проглотил вступление Швеции и Финляндии в НАТО, объяснив, что да, нам ничего не угрожает, нам угрожает расширение инфраструктуры НАТО, хотя, как мне кажется, любой человек понимает, что если Швеция стала страной НАТО, то вся военная инфраструктура автоматически становится структурой. Ну, он готовится, видите, они все капитуляции, все, Ходоренок репетировал сегодня капитуляцию, Путин репетировал капитуляцию, ну, также он будет говорить, вы знаете, восстановление нацистским режимом своего суверенитета на территории бывшей украинской республики, нам вообще-то, говоря, ничем не угрожает. Что ему остается делать? То есть, слушайте, вы считаете, что Путин адекватно воспринимает расклад сил? Он понимал, его выступление девятого, его поведение девятого, то, что он позволил себя усадить на стульчике с пледиком, что он понимает, ну, скажем так, что те цели, которые он поставил в этой войне, немыслимы, невыполнимы никогда, и что окружающего силовое правительственное руководство, оно будет бороться за линию соприкосновения сторон в Украине, пытаясь ее максимально приближить и границам Луганской области, или как-то выйти за нее, и так далее. То есть, характер войны, это идет война не уничтожения украинского государства, а территориальный спор с соседним государством. Вот это он воспринимает. А как он может это не понимать, когда это понимают все, кто входит в его бункер? Ну, мало ли, человек настолько много читал исторические книги, писал статьи об Украине, может, башню просто старался? тогда бы он иначе себя ввел бы на трибуне Парада Победы. Он же ввел себя именно так, как это ему предписывали те люди, которые все уже поняли. А он перед ними отправился. Он перед ними отправился. У меня бы не было другого выхода, ребята. Это единственное возможное решение мне не дали, со мной никто не хотел разговаривать. Это было последнее слово на процессе, я даже не знаю на каком процессе. Либо последнее слово на процессе международным над военными преступниками в Мариуполе, или на закрытом трибунале где-нибудь в Лубянском подвале в Москве. Оно бы сошло одинаково в обоих сутки. Универсальное такое последнее слово, я бы сказал. Я выбираю Мариуполь. Андрей Ильич, ну, а все-таки, вот, меняет ли что-то факт вступления Швеции и Финляндии в НАТО, ну, с точки зрения геополитики, там, в России, там, и всего-всего-всего? С точки зрения военной ничего, как не было никогда ни малейшей угрозы вторжения НАТО в Российскую Федерацию, так и нет.